А теперь давайте поговорим с вами о вашей работе с будущим клиентом и о тех ролях, о тех людях, которые вам нужно найти в компании, с которой вы будете работать. И здесь нам придется ввести еще одну роль. Это спонсор. Назовем его так условно. Но это тот самый человек, который для вас является основным заказчиком. Человек, который имеет максимальную мотивацию. То есть он сам полностью заинтересован в том, чтобы процессы были автоматизированы. Это человек, который может замотивировать всю остальную команду. То есть убедить их в том, что это нужно. Обеспечить какую-то положительную мотивацию. Премиальную, денежную, неденежную и так далее для команды. Который в случае необходимости может проявить волю и иметь полномочия проявить волю, чтобы заставить людей использовать новые инструменты. А также этот человек обладает ресурсами. В первую очередь, конечно, денежными ресурсами. То есть он выделяет средства на этот проект, на эту автоматизацию, на мотивацию людей и так далее. Следующий человек, которого нам нужно выявить в компании, это владелец процесса. Мы уже знаем, что это за роль. И здесь нам нужно определить, кто же этот человек. Какие у него к нему требования? Он должен досконально разбираться в том, что происходит, какова цепочка действий и во всех операциях процесса. Должен с охотностью делиться с нами этой информацией. И это тот человек, с которым мы будем валидировать те схемы, которые разработаем в процессе аналитики. И, конечно же, нам с вами нужно познакомиться со всеми остальными ролями процесса. Да, те люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, нам нужно всех их выявить, со всеми познакомиться и подготовить к тому, что с каждым из них мы будем работать. Интервьюировать, обсуждать детали для того, чтобы собрать нашу схему будущего процесса. Наверное, нужно привести пример, кто же могут быть эти люди в небольших проектах, в средних компаниях. Если говорить о инвесторе, о том, кто спонсирует этот проект, чаще всего это будет, конечно, владелец бизнеса, генеральный директор. В компаниях крупнее это могут быть уже операционные директоры или руководители отделов. Если мы с вами будем говорить о владельце процесса, то это зачастую руководитель отдела продаж, это руководитель отдела, директор по продажам или в некоторых случаях даже просто ведущий специалист, который отвечает за направление.